Вы разве можете заявку отправить на моддеры? Я думала, я сама только могу назначать. Еще один моддер появился. Нет. Я теперь, кого попало, моддера не буду добавлять. Нужно именно за сальтуху. Почему именно сальто? Я не знаю, просто вот, просто мне смешно с этого вообще. Изначально, когда мне люди кидали заявки на моддера, писали, что они хотят стать, я просто по угару, типа, начала говорить, ну, сделай сальтуху, и так достанешь. Вот, люди потом начали серьезно это воспринимать. Я подумала, в целом это неплохое условие, неплохое задание. Вот, поэтому сейчас на полном серьезе, чтобы стать моддером, сальтуху надо сделать. Я не знаю, что еще можно придумать, чтобы заслужить это почетное звание. А если у кого-то ног нет? Так, по идее, это не смешно. Но если нет ног, тогда что мы, ну, какое мы другое задание придумаем? Но я уверена, что тут у всех есть ноги. Смешно не только вам, я тоже угораю. Руками можно. А ты отправил? А Адзамату можно не делать сальтуху. Вот, он немножко по-другому заслужил моддерку. Он постоянно сидел на прямых эфирах от начала до конца. Писал комментарии. Нет, нет подарки мне отправлял. Много подарков. Вот. И в целом, как человек хороший, поэтому ему сальтуху делать необязательно. Удачи. Спасибо вам, тоже удачи. Может, приседание? Ну, приседание каждый сможет сделать, сальтуху не каждый. Поэтому прикол, ребята. Так, я отправил видео. Вы мне отправили в личку в ТикТоке, да? Если в ТикТоке, я посмотрю. Но нужно отправить свое видео. То есть вы должны, не знаю, там, какой-то... что-то написать, сказать на видео, чтобы я поняла, что это реально вы. Какой предел возраста рассматриваешь, как парни или мужем? Ну... Думаю, до 30-ти. Я понял, пройти верификацию. Да, верификацию. Мне 20 лет. Всем привет. Ребята, ставим лайки. Ставьте лайки. Уйгурка наша, шучу, знаю. Таджичка. Откуда вы знаете, что я таджичка? Кто это? Азамат. Смешной. Да, вообще. Вот это вот шутник. О, спасибо за розочку, так. А если мне 31, не судьба? Вам реально 31? Я с Алматы. А когда не смешной? Ты очень гармоничная. Интересный комплимент, спасибо. Даже и даже. Ой, ребятки, такие вот смешные. Ты помнишь меня? Я вас не помню. Вот опять начинается. Вот это вот... Помнишь меня? Ну как я могу помнить? Особенно пишут, знаете, с фейков. Непонятно, где даже фотографии нормального человека нет. Они такие, помнишь меня? Да, конечно, блядь, помню. Ой, простите за мат. Урвалась. Привет из Бишкека. Привет. У меня рост 170, либо 171. Точно не знаю. Очень рассмешнило. Я не фейк, зайди ко мне. Не хочу к вам заходить. А меня помните? Никого не помню. Никого не знаю, никого не помню. Я желаю вам море удачи и дачи у моря. Спасибо вам, того же желаю. А помнишь, как вместе ходили рассвет встречать? Нет, не помню. Не заходи ко мне. Хорошо, не зайду. Ой, господи. Еще один. Зая моя. Какая я тебе зая? Для тебя Зола Парыновна. Привет, Татюшкистан Бапеш. Привет, Татюшкистан Бапеш. Кто по профессии? Учусь на фармацевта. Золо Папеш. Мы не написали две буквы. Еще Ла надо было написать. Золо Ла. Бапеш. Ну ладно, пусть будет так. Парвис Назаров не твой родственник. Нет, по-моему. Но Парвис Назаров был у меня дома, кстати. В квартире моих родителей. Мои родители с ним общались. Вот. И я в детстве играла с его дочкой. Я помню историю, связанную с его дочкой. Ну, которая... Как ее зовут? Забыла, как зовут его дочку. Блин, забыла. Ну ладно. Она приходила к нам домой. И у нас был такой компьютер старенький. И я любила играть в игры всякие девчачьи. Там, где нужно что-то там одевать кого-то. Готовить что-то и так далее. Красить. Я помню, мы с ней ругались. Типа, я вот сидела, играла в свой же компьютер. Она, короче, приходит такая, типа, я хочу поиграть. Уйди. Я говорю, нет. Она начинает, короче, истерику закатывать. Позвала вот своего папу Парвиса Назарова. Потом, короче, Парвис Назаров, типа, меня спрашивает. Типа, ну, давай, пожалуйста, ей поиграть. Вот такое. Я такая, ну, ладно. Только недолго. Вот. И вот так вот она у меня отобрала мою игру, блин. Хоть и ненадолго. Тебя воровали замуж. Уф, нет, хорошо, что нет. Просто это, я вообще против такого. Я считаю, что тех, кто ворует людей, нужно сажать. Судить. То есть, по именно, как его, статьям. Как это называется? Не административным статьям, а... Как это называется? Уголовным, вот. Золо Бапеш, классно звучит. Да, хороший певец. Он тезка твоего отца, получается. Нет, моего отца зовут Парвин. Этого зовут Парвиз. Поэтому у них разные абсолютно имена. Ну, не абсолютно разные, но одна буква. Каким спортом увлекаешься? Хожу в студию фитнеса и йоги. Привет, все хорошо, у вас как дела? В общем, такая вот история, связанная с его дочкой. Думаю, вряд ли не помнит меня. Мне кажется, моего папу, может быть, он помнит. Хотя тоже не факт. Я, кстати, вообще не знаю, откуда они общаются. Откуда они общались тогда. Вот, но было дело. Они не были у нас в гостях. Пилатес. Нет, там нет Пилатеса. О, Азамат уже добыл мое отчество, мою фамилию. Все, всю мою информацию, все про меня уже все знает. Так, там, в общем, шесть направлений. Йога, растяжка, потом аэрорастяжка. ТРХ, это силовые нагрузки. Что еще там есть? Йога для беременных есть. И хай-хиллс, танцы такие. А где они сейчас? Кто о них? Любила. Кого любила? Я с Беларуси. Мало чего знаю о той части света, где вы живете. Но я помню фильмы с детства. Мало что знаете о Казахстане, я так понимаю. Чего все замолчали? Тебе нужно будет держать диету. Вам нужно будет держать рот на замке.